Не заблуждайтесь, это будет не последний раз, когда мир столкнется с пандемией. Эволюция показывает, появится новый вирус, который может быть еще более заразным и более смертоносным, чем этот. Мир еще не оправился от этой пандемии, а его уже пугают следующими. Американские ученые предсказали появление ковида 26 и 32. По их мнению, у человечества есть только один способ защитить себя от новых штаммов коронавируса, полностью понять происхождение ковид-19. Почему коронавирус от летучих мышей начался именно в Ухане, а не в южной части Китая, где летучие мыши в основном и обитают? Что есть в Ухане, так это крупнейший институт вирусологии, где содержится крупнейшая в мире коллекция мышиных коронавирусов. Версия о лабораторном происхождении ковида вновь завладела умами в США. Над Дональдом Трампом больше никто не смеется. Бывший американский лидер был абсолютно убежден. Смертельный вирус «Made in China» якобы даже видел доказательства. Они могли бы это остановить, а не супернация с научной точки зрения. Допустим, что-то вырвалось наружу, скажем так, и они могли бы это поймать, но они этого не сделали. А что дает вам уверенность в том, что это исходит от Уханьского института? Я не могу вам этого сказать. Мне не разрешено говорить вам это. Команда Джо Байдена тогда крутила пальцем у виска. Демократы отрицали саму возможность создания вируса в пробирке. Но на днях британский таблоид опубликовал сенсационную статью о проделках ученых из Уханя. Якобы лаборанты искусственно создали вирус, а потом замели следы, имитируя его естественное происхождение. К слову, авторы пытались опубликовать доклад еще год назад, но ведущие научные журналы отметили статью как фейк. Впрочем, Байдена это не смутило. Теория заговора против Поднебесной ему только на руку. Президенты уходят и приходят, а национальные интересы США остаются неизменными. И главный их национальный интерес заключается в том, чтобы всеми силами, любой ценой удержать мировое господство. Подавить своего главного геополитического конкурента. Подавить Китай. Для Байдена противодействие Китаю – главный вектор внешней политики. Иначе как сдержать восточного гиганта? Ни торговая война, ни пандемия не смогли обрушить китайскую экономику. Пока у всех ВВП падал, у Пекина рос. Тема коронавируса – это вообще идеальный информационный повод. Потому что каких-то других зацепок, в помощи которых можно было бы сдерживать Китай, просто нет. Китай очень корректно ведет себя на международной арене. Никаких военных баз, разброшенных по всему земному шару. Соединенные Штаты Америки делают из своего геополитического, экономического конкурента олицетворения всего мирового зла. Они поступают с Китаем ровно так же, как когда-то поступали с Советским Союзом, как последствия поступали с Российской Федерацией. И вот Белый дом решил поднять вопрос, закрытый еще полгода назад – происхождение коронавируса. Выяснить истинные причины пандемии Байден поручил разведке. Если бы я знал причины, я бы не просил 90-дневного расследования. В январе комиссия Всемирной организации здравоохранения уже проводила в Ухане свое расследование. Установить первоисточник вируса не удалось. Начальная версия так и осталась основной – мутировать в опасную для человека форму коронавирус мог в организме животных. Но бывший американский госсекретарь Майк Помпео уверен – Китай просто скрыл от комиссии важные улики. Еще с весны 2020 года я знал, что существуют огромные доказательства того, что этот вирус вышел из лаборатории. Мы знаем, что умерли многие ученые и врачи. Мы знаем, что они проводили исследования генофонда. Они пытались сделать этот вирус более смертоносным. Помпео вовсе не открыл Америку. Подобные исследования проводят многие лаборатории мира. Ученые действительно пытаются адаптировать вирусы животных к человеку, чтобы понять механизм возможного заражения. Такие модифицированные организмы используют для создания вакцин. Мы очень много сейчас медицинских препаратов получаем из геноинженерно-модифицированных штаммов бактерий или дрожжей. Вакцина против гепатита В – это все сделано на геноинженерных штаммах дрожжей. Вакцина против папиломовирусов – все сделано на геноинженерных штаммах эукариотических клеток. Цель таких экспериментов – защитить людей от межвидового перехода вирусов. Самый известный пример после ковида – СПИД. С момента его открытия 40 лет назад им заразили 70 миллионов человек. Половина умерли. Поначалу ВИЧ тоже считали биологическим оружием. Ведь чтобы переселиться из шимпанзе в человека, ему пришлось мутировать. Многие думали, что это дело рук ученых. Без утечек в экспериментах с вирусами, конечно же, не обходилось. История помнит массу случаев побега лабораторных образцов. В 2002 году из пробирки сбежал родственник нынешнего ковида – Сарсков. От него в мире умерли 813 человек. Несколько раз совершало побеги ОСПА. В 60-х и 70-х годах это произошло в медицинской школе Бирмингема. Заразились 72 человека. Никто не погиб. Ну а самые большие жертвы принесла утечка гриппа H1N1. В 50-х его исследовали в некой лаборатории. Там же заморозили и хранили. А через 20 лет этот штамм каким-то образом обнаружили в Китае и СССР. В 2009 году этот вирус снова охватил планету в виде свиного гриппа и унес жизни 300 тысяч человек. Но начало смертельной эпидемии положил тот самый лабораторный образец 1977 года. В Америке настаивают о пандемии коронавируса такой же сценарий. Специально создали, чтобы бороться с Америкой. Китайцам делать больше нечего убивать тех, кому они продают товары. Естественно, американцы болезненно относятся к этой теме. И если американцам внедрить мысль о том, что китайцы виноваты в коронавирусе, это практически власть развяжет себе руки на любые действия против коронавируса. По мнению экспертов, человечество вряд ли когда-то узнает правду и разумнее сосредоточится на последствиях пандемии, а не на ее причинах. К этому Америку призывает и Китай. США пытаются уклониться от своей ответственности за неудачную реакцию на пандемию. Но этот трюк с поиском козлов отпущения и перекладывания вины в конечном итоге нанесет ущерб собственным интересам, а также жизни и здоровью американского народа. Посыл Китая подтверждает и статистика. США – лидеры по количеству смертей от коронавируса. С начала пандемии там умерли почти 600 тысяч человек. Больше, чем в более бедной Индии. У американцев при всем их технологическом прогрессе, при высокой квалификации их врачей просто не оказалось банально койко-мест. Показалось, что это все излишнее. Ну и, конечно, говорили – соблюдайте ограничения. Они отвечали – вы посягаете на наши неотъемлемые политические права и свободы. Ну вот таковы печальные результаты этой, без всякого сомнения, великой страны. Всемирная организация здравоохранения назвала условия победы над коронавирусом. Странам нужно обеспечить равенство в доступности вакцин. Вашингтон сразу заявил, что не станет делиться, пока полностью не привьет собственное население. А вот главный, по мнению Америки, виновник пандемии – Китай, обеспечивает своими прививками полмира. Анна Зеркач, Мария Солопова, Константин Жуховицкий. Программа «Вместе».